Участковые избирательные комиссии открылись в 8 утра. По общему мнению, выборы проходили спокойно и при повышенной избирательской активности. В этот раз активность очень высокая. Я считаю, что это связано с тем, что происходило последние две недели перед выборами. Активность кандидата была высока и были созданы отношения к выборам. Люди все хотели проголосовать. В этот раз необычно мне бы пришло. Группы поддержки кандидатов также проявили невиданную ранее активность. И на избирательных участках находилось большое количество наблюдателей. Нам говорили, что возможно будут какие-то нарушения, но пока мы ничего не наблюдаем. Но мы готовы к тому, что если какие-то нарушения будут, мы вовремя их должны пресечь. Я думала, будет хуже после тех текстов, которые мы читали в газетах, по телевидению. Надо сказать, что не к чести отдельных кандидатов, они даже не ознакомились с законом, с наблюдателями, и не дали им даже соответствующих документов. Но наблюдатели привели себя к культурами, и мы в общем-то не вступали с ними в какие-то конфликты, и они спокойно находились на участке. Два основных кандидата на выборах главы правительства республики голосовали с утром, с разницей в час каждый на своем избирательном участке. Виктор Николаевич, можно подойти, пожалуйста? Да. Волнуетесь, чувство страха есть в этот день? Нет, какой страх? Какой страх может быть? Погода хорошая, выспался хорошо, настроение хорошее, вчера хорошо отдохнул и позавчера. Поэтому настроение нормальное, хорошая власть находится в руках у народа. Кого народ выберет, мнение народа нужно уважать. Но после тяжелой работы, конечно, праздник. Я уже говорил, что я вчера отдохнул. Вот видите, даже немножко ослаб в ходе, ну, в выборной кампании отдыхать нельзя было. Когда в напряжении, то чувствуешь себя хорошо, а когда вот так немножко расслабляешься, уже слабость наступает. Поэтому думаю о чем сейчас. Вот пойду в деревню, о дороге думаю, что не буду лодку смолить. Сейчас я не знаю, как сложатся итоги выборов. И сейчас просто они были, скажем, более такими напряженными, более грязными, так скажем. Но я со своей стороны не допустил ни одного выпада, ни против одного кандидата. Верите в свою победу на выборах? Сегодня рано еще говорить. Ну, надежда есть. Поживем до завтра. Поживем до завтра. От чего зависит ваш взгляд, ваша победа? От чего? Чего заслужил, то и получил. Да нет, не страшно. Честно, нормальное совершенно. Жизнь продолжается. После выборов все равно придется в Карелии трудиться. Так что я думаю, что будет все хорошо. Жесткие выборы были. Впервые в истории нашего края. Выборы проходят, в общем-то, скорее всего, по принципу довольно непонятного для нас. Эти выборы, скорее не выборы программы, а выборы жестких таких, четко направленных акций. И устоять может тот, у кого за душой просто больше характера. Безупречное прошлое, я бы так сказать. За свою жизнь напомнишь, чтобы такие выборы вот уже были? Нет, таких не было. Таких не было? Первый раз. Оба кандидата сошлись не только в том, что выборы были сложными, но и в планах на вчерашний вечер. Я уезжаю сегодня в деревню, к себе на родину, там буду ночевать. И завтра утром, если будут известны, договорить на итоге выборы, я просил меня тогда сообщить. Сейчас собирался поехать за город в баню, снять напряжение, выставить. Нет, просто с друзьями посидеть. Если выбор из числа кандидатов на должность председателя правительства, видимо, не представлял для граждан особой проблемы, и они приходили с заранее сформировавшимся мнением, то с выборами депутатов законодательного собрания было все далеко не так просто. Скажем, там пост правительства, на пост мэра, там еще, скажем, я твердо знаю, за кого я иду, голосую. А там абсолютно неразбериха. Скажите, эти выборы отличаются от предыдущих часов? В каком качестве? Ну, отличаются, кажется, в худшую сторону. А почему? Ну, такая вот, лишь бы только попасть туда, вверха. Больше грязи, вот такой склокик какой-то. Столько грязи вылили на Катанандова в газетах, что это просто страшно слушать. Вот даже обидно и неприятно, что вот за человека так могут поливать грязью. Вы понимаете, вообще-то непорядочно очень. Народ подумал, отмел все эти сплетни и выбрал, что есть, чему мы верим.